всем привет и сегодня мы записываем последний ролик из цикла роликов посвященных правителям россии различных эпох с которыми возлагались у нас надежды предыдущих двух роликах мы обсудили правление вкратце правление павла первого и период очень недолгий буквально несколько месяцев всего правления александр ведущий керенского сегодня у нас на очереди последний как я понимаю кандидат в этом списке я выделил такую фигуру как юрий владимирович андропов председатель комитета госбезопасности 1967 года с 1982 года ноября месяца генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии советского союза говоря современным языком с ноября 82 года юрий андропов это президент россии да тогда у нас была не россия у нас было государство под названием союз советских социалистических республик сссср да почему выделяю именно андропова андропов это такой человек на мой взгляд который остался в народной памяти но с такой несколько положительной эмоцией да скорее чем с отрицательным тот же горбачёв да после прихода власть но известного человек под фамилией горбачёв у нас действительно начались перемены да ну не лучшую сторону так вот андропов да он человек скорее с плюсом чем с минусом для людей кто помнит то время да когда он пришел в власти сразу начались скажем как это было борьба с коррупцией борьба с тунеядством саботажем всех отлавливали в кинотеатрах на улицах кто гулял в рабочее время без какой-либо уважительной причины на тот момент ну как бы в народе это вызвало скажем так одобрение и поддержку что вот дескать пришел наконец сейчас придет после времен правления леонида ильича брежнева да которого все запомнили дряхлым стариком и он но он таким остался в памяти народа никто не вспоминает о том каким он был более молодым энергичным он был очень веселый человек шутливый он очень любил быструю езду на машину такой но все его запомнили вот таким стариком стоящим на кремлевской стене да и значит приходит андропов с него андропов это да это надежда людей прежде всего на то что вот все это вот наследие брежневское да коррупционно сейчас придет добрый дяденька из кгб с книжечкой в которой все записано и все кого надо посадить и кого как наказать и сейчас мы значит развернемся да ну по большому счету так конечно оно и было многие наверное вспомнят дело о коррупции в узбекистане да хлопковое дело это вот был один из таких моментов да очень короткий промежуток правления юрия андропова на посту генерального секретаря партии андропов пробыл всего ничего 15 месяцев потому что феврале 1984 года юрий владимирович скончался грубо говоря и вместе с ним погибли так надежды на перемены у тогдашнего советского общества до вершине ко всему хочется сказать что проходя по аналогии с вот вышесказанными персонажами хочется отметить что и у нас сейчас в россии скажем так большой слой населения жаждет перемен изменение условий жизни и не будем забегать вперед делать какие-то политические прогнозы но хотелось бы в ближайшее время увидеть изменения в жизни граждан россии пусть небольших пусть постепенно но все же изменений которые я думаю должны послужить нам на пользу не те изменения которые преследовали нашу страну начиная с 1985 года и сейчас еще можно сказать продолжают поэтому присылайте свои темы оставляйте комментарии сказывайте свои пожелания соображений по поводу роликов до новых встреч подписывайтесь на наш канал всего доброго